В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации рассматривают жалобы граждан, что чаще всего беспокоит жителей Ненецкого округа, с чем связаны эти обращения. И на эти, и на другие вопросы ответит уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидова. Лариса, здравствуйте! Ольга, добрый день! Я рада приветствовать вас на этой передаче и готова ответить на любые вопросы. Действительно, уполномоченные по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова и каждый региональный уполномоченный всегда рассматривают жалобы, потому что они содержат суть проблем, с которыми жители территории или Российской Федерации обращаются к уполномоченным. Как правило, мы понимаем, что это все связано с тем, какие вопросы у гражданина, у человека ежеминутно, ежедневно возникают именно в процессе жизни решения простых житейских вопросов. Это и жилье, и труд, и все, что связано со здоровьем. А 2020 год, мы понимаем, он полностью все перевел в плоскость ковидной реальности, как мы ее называем. И все, что было связано с такими очень сложными вопросами, оно в два раза еще, скажем, стало сложнее. Потому что мы понимаем, были закрыты границы, мы понимаем, что между регионами не могли люди спокойно проезжать, а для округа это очень важный вопрос, особенно право на отдых. Мы понимаем, что у нас сложный северный климат, и людям очень важно восстанавливать здоровье за пределами. И когда у нас в мае началось первое обращение массовое жителей округа, конечно, Татьяна Николаевна нам помогла. Потому что перемещение по регионам, сохранение льготного периода на отдых, и использование льготной дороги, и всех гарантий государственных, оно требует, конечно, поддержки. И люди не понимали, почему они не могут поехать в отпуск. Поэтому вот это все требовало работы, переосмысления. И государство пошло нам навстречу, и правительство в короткие сроки изменило постановление и увеличило срок использования льготной дороги. На 2021 и 2022 год продлили использование льготной дороги. И все, что связано с перемещением за пределами жителей, отдых, лечение, нам все помогали региональные коллеги и также аппарат федерального уполномоченного. Ну а дальше все решалось в процессе того, как мы поступательно участвовали в жизни человека. Простые житейские вопросы. А вот если смотреть, ну понятно, что ковидная реальность это как бы такой современный. А из года в год какие обращения чаще всего фиксируются? С чем приходят жители чаще всего? Какой самый больной, самый животрепещущий вопрос для них? Всегда самый больной и животрепещущий на севере это жилье. Мы понимаем о том, что на юге и вообще в другом регионе, в каждом регионе, жильем проще решать вопрос, потому что есть возможность арендовать, есть возможность построить с другими затратами. И люди, конечно, на севере, они не могут быть без жилья, остаться на улице. И жилье это первоочередной вопрос. Дальше идут социальные вопросы. Это вопрос социального обеспечения, здравоохранения, образования. Потому что мы понимаем, и у нас все имеет свой период, цикличность. Потому что это все зависит от сезона. Поступает ли ребенок, например, в образовательное учреждение. Или, допустим, возвращается ли человек, или начинает здесь жить. Да, всегда вопрос с жильем. Дальше это трудоустройство или в первую очередь трудоустройство. Потому что вот когда мы всегда с коллегами подводим итоги по работе с жалобой, мы знаем о том, что эта жалоба не содержит один вопрос, какой-то первичный или вторичный. Он всегда содержит сразу совокупность вопросов. Потому что к нам человек уже обращается тогда, когда он не справился со своей проблемой. И, может быть, даже государственные органы или органы муниципального уровня, их должностные лица не могут ему помочь, к сожалению. Потому что есть неучтенные вещи в законодательстве, в нормативных правовых актах. А жизнь диктует другие реалии. И вот здесь мы совместно изучаем систему, смотрим на системную ошибку. И, если это возможно, устраняем. Насколько сложно решать вопросы эти? И, если можно, в процентном каком-то соотношении решенные и нерешенные вопросы, все решаются, не все решаются? Что вообще происходит с жалобами, с обращением? Обычно, когда мы рассматриваем, да, мы, конечно, для себя включили обратный отчет. Потому что регион у нас по пространству большой. По всем вопросам, которые мы решаем, да, иногда они действительно осложнены транспортной составляющей. Да, есть еще свои реалии, когда у нас нет высокотехнологичной помощи. Но при этом мы понимаем о том, что судьба каждого человека, потому что у нас по численности мы небольшие, нас волнует. Почему обратный отчет? Мы считаем, сколько мы не помогли, чем мы помогли. В процентном отношении помощь, которую мы считаем, из обратившихся к нам именно с письменными, с устными обращениями, это свыше 80%. Потому что на сегодняшний момент уполномоченные больше обращают внимание на то, как система работает, да, на то, как мы смогли восстановить диалог между органами государственной власти и человеком, чтобы человек доверял органам власти. А когда, может быть, что-то произошло, по разным причинам мы восстановили этот диалог и доверие. Ведь мы настроены на то, чтобы созидать. Кто чаще обращается, жители города или жители села? Чаще обращаются женщины в защиту своих семей, я бы так сказала. И, конечно, активнее. Это у нас поселок искателей рабочий, это город, это Красное, это Тельвиское. На первом месте, конечно, город. А если говорить о доверии, насколько власть идет на встречу, насколько она слышит людей благодаря вашей работе? Мы хотим сказать о том, что на сегодняшний момент уже мы можем сказать, когда человек обращается, вокруг его судьбы мы объединяем все органы. И больше исключения, когда к нам обращаются, чем правила. Но, тем не менее, у нас есть договоренность и с Юрием Васильевичем Бездудным, да, Александр Датчик Цибульский, да, придерживался всегда диалога, это первое. И губернатор и нашего округа с Уполномоченным, мы выстраиваем с Институтом Уполномоченным простую, очень понятную, ну, такую, скажем, наверное, работу, когда, если у нас есть проблема, действительно очень серьезная, то Уполномоченный имеет право обращаться к любому из государственных органов, в любой уровень власти, для того, чтобы здесь и сейчас объединять все усилия для решения этой проблемы. И какого-то конкретного поручения от губернатора, да, в этом случае не требуется, потому что все понимают, что Уполномоченный не просит для себя ничего, а мы просим только в защиту человека. И вот сейчас у нас есть такое обращение, когда две многодетные семьи остались в условиях ковида за рубежом в государстве, и они не могли выехать оттуда в течение года. И сейчас мы общими усилиями, с Татьяной Николаевной Москальковой, с аппаратом, с министерствами, с несколькими регионами обеспечиваем выезд этим людям из-за рубежа и сопровождаем их по территории. Это жители Ненинского автономного округа? Это жители Ненинского автономного округа, они сейчас возвращаются. И я благодарю здесь депутата Государственной Думы, Сергея Николаевича Куткина, потому что на сегодняшний момент первый, кто обозначил этот вопрос, с кем мы начали работать, это Сергей Николаевич. А в чем была трудность? Трудность была в том, что настолько за этот год в той стране действовали ограничения, что люди не могли даже выйти на улицу. Они прервали отношения с государством, они не получали пособия, потому что мы понимаем, что на сегодняшний момент порядок получения государственной поддержки это заявление, это подтверждение данными, и это следующая проблема, которую я буду обозначать перед коллегами, и мы с Татьяной Каламией ее обсудим обязательно, потому что массовое возвращение из-за рубежа, это были, например, регионы крупные, очень Свердловская область, то есть мы понимаем, что все, что южные регионы, где приграничная территория, а здесь получилось так, что у нас в нашем округе живут люди из разного количества стран, то есть при советском периоде, советское пространство, и там остались родные, близкие, и мы туда уезжаем отдыхать. И вот когда семья поехала на отдых, она не смогла вернуться. Границу закрыли, и появилась ситуация, когда в том жилье, даже в котором они проживали, три семьи не смогли уместиться. Они сдали свое жилье, поместились в другой дом, и в этом доме, я хочу отдать должное тем женщинам, которые являются матерями, да, то есть они сделали мини-школу, имея педагогическое образование, они не растерялись, мини-детский сад, смогли детям дать в это время то образование, которое потом при аттестации смогло дать, значит, основу к тому, что их дети не пропускали школу, они учились. Вот, и теперь, когда они возвращаются, вся была проблема в том, что они на грани нищеты. Просто денег нет вообще, потому что это другая страна, пересечение, и все, что они нашли, это на питание, и еще определенные вопросы. Вот, и мы не смогли решить вопрос по железнодорожному транспорту, потому что это единый какой-то вагон должен быть, да, и сейчас мы просматриваем вопросы по сопровождению от Оренбургской области до Московской области. Вот у нас есть такие проблемы, и мы абсолютно решаем, и обращение к губернатору, обращение к вице-губернаторам, да, то есть оно расценивается как серьезное, прямое обращение к действию, потому что люди не смогли остаться там дольше 1 июня. И страна сказала о том, что все временные пребывающие обязаны выехать за пределы, но они подчинены, это уже санкции. Вот такая ситуация. Я знаю, что сейчас вы принимали участие в Координационном совете о полномоченных. Расскажите, что это за Координационный совет, что там происходило, какая была программа? Да, мы работаем с разными людьми, с разной жизненной ситуацией, и ковид обозначил такую ситуацию, когда все сразу перешли, многие очень семьи, в трудную жизненную ситуацию. И когда мы с коллегами встречались в конце года, все попросили обратить внимание на людей, которые возвращаются из мест лишения свободы. Понятно, что тема была выбрана, она звучала как ресоциализация людей из мест лишения свободы, и мы встречаем таких людей, они, как правило, приходят к нам, потому что на сегодняшний момент, если паспорта у нас в местах лишения свободы вручаются всем, да, и приводятся в порядок, то дальше начинается мирная жизнь с ее изменившимися условиями, и когда многие специальности, которыми даже обладает человек или компетенциями, он не может их применить, вот возвращаясь после места лишения свободы, и он не может воспринять ту ситуацию, ту реальность, которая есть. И он часто бывает неудобным членом семьи, и семья испытывает повторное общественное порицание, когда в поисках работы, а самая главная проблема – это с регистрации начинается, вот где такому человеку, как ему начать новую мирную жизнь, да, как ему адаптироваться. Вот все эти вопросы мы рассматривали на курсовете. И тот вопрос, который был предложен коллегами, и обозначен Татьяной Николаевной, конечно, он заслуживает внимания, когда семья не должна отвечать повторно за то наказание, которое человек уже прошел, и испытывать общественное порицание. Остановились на том, что да, действительно, человек несет наказание, но предложили рассмотреть, наверное, будет предложено в ближайшее время, и это обозначено было в эфире, вопрос о объявлении помилования, да, то есть об амнистии именно для категории преступлений, которые являются небольшой и средней тяжести. И, конечно, дать возможность человеку в полном смысле начать жизнь сначала. Да, он понес наказание, но чтобы не было дальнейшего осуждения и преследования длиной во всю жизнь, снять судимость, или чтобы судимость вообще не назначалась при небольшой тяжести и средней тяжести наказания. Я считаю, что это очень гуманно. Вы у нас тоже посещаете, у нас изолятор временного содержания. Как, на ваш взгляд, на сколько условия соответствуют, что там, какие вообще обращения поступают, коль скоро мы эту тему затронули? Да, действительно, уполномоченные, еще раз повторюсь, то есть мы независимо от того, в какой жизненной ситуации человек находится, мы должны оказывать помощь, да, мы обращаемся, мы видим вопросы, и, конечно, мы проводим проверки и в рамках обращения, и плановые, совместно, допустим, с прокуратурой Нинско-автономного округа, и посещаем изолятор временного содержания. В тех заключениях, которые мы по результатам проверок выносим, это, как правило, мы обращаем внимание на отсутствие окна, да, то есть то, которое на улицу. Но у нас мы понимаем, что это историческая конструкция, когда, в принципе, здание находится в здании ОМВД. И мы понимаем, что управление на сегодняшний момент, все эти текущие, скажем так, недостатки, да, которые мы там обращали внимание, они все устранили, насколько это возможно. Но реконструкцию здания, мы понимаем, насколько здесь необходимо финансовые средства, да, то есть предусматривать изменения серьезные, даже если мы будем обращать из года в год, то эта ситуация требует совершенно других сил и других средств. Поэтому, когда была Татьяна Николаевна Москалькова и с рабочим визитом она посетила округ, мы, конечно, это выносили на совещание и все правоохранительные структуры обозначили вопрос необходимости постройки нового здания. Вопрос на контроле на сегодняшний момент к этому вопросу еще не раз возвращаются. А то, что касается перемещения людей, преследуемых по закону, или уже те, которые осуждены, конечно, это у нас два региона, Нинский автономный округ мы перемещаемся, да, воздушным путем люди перевозятся, и они перевозятся в Архангельскую область. И мы тоже работаем вот в этих условиях. И какие проблемы возникали, и хочу, конечно, сказать, что в ковидной реальности это ситуация, когда запрещены были свидания, вот, это работа в условиях вот в такой реальности, да, адвокатов, когда они не могли с подзащитным встретиться. была проблема, конечно же, с тем, чтобы вообще человеку поддерживать связь с внешним миром, да, то есть это тоже очень важно, потому что ведь нам понимать важно, что человек, когда он несет наказание, наказание не преследует цели уничтожить его как личность. То есть и в этом случае, учитывая практику та, которая сложилась, и к которой мы сейчас идем в стране, и учитывая другой опыт, да, мы понимаем о том, что самое главное, чтобы человек осознал, он прошел через это испытание, да, и он остался человеком. И когда к нам люди приходят, мы, конечно, обращаем внимание на то, что очень тонкая грань, когда можно уничтожить человека. И мы проживаем с ним эту жизнь, мы видим, насколько ему сложно адаптироваться. Потому что, начиная с рабочего места и заканчивая своими личными отношениями в семье, все всегда, ну, скажем так, имеет вызов вернуться опять в ту реальность, в которой он уже побывал. Вместо лишения свободы, потому что там понятно, там кров, там еда, как бы это ни звучало, да. Вот. И когда мы были в Красноярском крае, я на это все обращала внимание. Вы знаете, я заметила, что нет совершенно там какого-то отношения к человеку. Был ли он в местах лишения свободы? Нет никакого порицания к семье. И мы задали вопрос, почему это так? Нам ответили, что настолько здесь большое количество колоний и, в принципе, мест лишения свободы, что с 16 века, когда каторжные возвращались, всегда рядом у дома было место или там в доме, в каком-то пристройке, да, там, оставляли пищу для беглого человека, для того, чтобы его не ставить в сложную ситуацию, когда он мог принести ущерб, например, семье, которая, да, вот рядом у которой, у дома он оказался. И он брал продукты, брал необходимые вещи, а дальше его не спрашивали, почему он бежит. Вот, значит, так сложилась его жизнь, значит, ему плохо, и зачем усугублять это положение? И вот, видимо, вот эта вся ситуация, когда 17 тысяч у них на территории отбывают людей, да, то есть наказание, а потом они, кто-то возвращается к себе в регион, а кто-то остается там, она просто... Жизнь начала диктовать условия, когда нужно было это принимать и не осуждать. И помочь человеку стать человеком уже, вот, как я повторяю, в той реальности, куда он возвращается. И вот нет этого порицания, нет этого такого, знаете, уничижающего отношения, когда человек неудобен, да, человек не человек. Вот этих двойных стандартов не чувствуется. Находится место работы, адаптация происходит. Мы посетили интересные очень учреждения, которые образованы для адаптации людей, ресоциализация, адаптация, да, то есть человек может до полугода находиться вот в таком центре. Он сразу получает регистрацию, ему оформляется индивидуальная программа реабилитации и работает сразу по нескольким направлениям. И по трудоустройству, регистрируя его, да, то есть причем регистрация может быть на неопределенный срок у него, пока он не решит свои проблемы. Ему помогают научаться жить вот в этих условиях. Что касается Нинска автономного округа, я сразу вот отмечу, у нас такие условия давно уже созданы вокруг человека, да, то есть это у нас комплексный центр социального обслуживания населения. У нас там есть кризисный центр, у нас там также разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. То есть у нас все в определенных, скажем так, ракусах это есть, да, то есть службы у нас есть, которые работают с людьми, помогают им адаптироваться. Но вот сейчас мы разговаривали, и я в качестве предложения в ежегодном докладе как раз отмечала необходимость создания службы психотерапевтической помощи именно людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которые будут сопровождать пошагово. Потому что человек приходит с болью, должностное лицо выслушивает, уполномоченный выслушивает, губернатор может принять, да, но потом уже человек каждый день живет, и он сталкивается с такими проблемами, когда он остается иногда наедине, потому что семьи прерывают отношения с людьми, да, понимая, что это, как я уже отметила, судимость, да, то есть это вот последствия негативные для семьи, это осуждение, и они начинают этого человека оставлять наедине со своими проблемами. И вот для того, чтобы человек не оставался один наедине со своими проблемами, нам, конечно, уже назрело время, когда необходимо службу такую создать со специалистами, когда человек может прийти, его семья может прийти, и эти проблемы можно обсудить и пошагово разобрать. А с реабилитацией обращаются прямо вот все, кто возвращается, или кто-то только определенно осознав, или как это вообще происходит? Мы, конечно, счастливы, когда семья принимает человека и восстанавливается семейное отношение. Не все обращаются, но вот те люди, это бывает два-один человек, да, то есть в месяц, может быть, чаще там, когда люди возвращаются, обращаются. И мы же еще понимаем о том, что у нас села, да, то есть они все-таки, когда человек туда возвращается, да, то есть он возвращается и к рыбалке, и к охоте, да, то есть все-таки на селе попроще семейные отношения строятся, да, а в городе мы понимаем, что тут уже есть другая немножко и ситуация, да, изменения, и с рабочими местами, да, то есть есть свои нюансы, если раньше, например, человек мог работать в котельной, то сейчас это является стратегическим объектом, скажем тогда, повышенная опасность, сейчас не может туда устроиться, да, то есть есть, были предприятия, допустим, те, которые раньше могли в разных обстоятельствах дать человеку рабочее место, а сейчас мы понимаем о том, что есть ограничения, включая, допустим, образовательные учреждения, когда у человека по определенным обстоятельствам запрет занимать или работать в тех или иных местах. Да, у нас есть комиссия, членом которой я являюсь, и мы рассматриваем, ну, допустим, одно, два, три ходатайства о том, чтобы разрешить человеку и обратить его внимание, что мы поддерживаем его в этой ситуации и разрешаем ему трудиться, да, несмотря на то, что у него есть судимость по, скажем так, как мы отметили, да, то есть, преступлениям, которые он, по которым он отбыл наказание, да, то есть, скажем так, небольшой тяжести, да, вот, и те, которые отмечены к разрешению, но если мы не даем такое разрешение, то человек, ему и закрывается эта возможность, да, трудоустройство в образовательных учреждениях, и, конечно, мы там больше ориентируемся на то, скажем, каждый член смотрит, насколько человек изменился, насколько изменилось его отношение, насколько он готов к тому, чтобы быть полноценным членом общества, вот, и особенно работать с детьми или в образовательных учреждениях. А какая-то переквалификация предусматривается вот этой реабилитацией? Может человек какую-то другую профессию получить в рамках реабилитации? И вообще в Ненецком округе это возможно, или это как-то очень сложно? На сегодняшний момент мы понимаем, что идет реформирование и служб занятости, да, мы такой опыт положительный смотрели в Подмосковье, и мы обсуждали с департаментом как раз по труду и социальной защите, да, вот в этом направлении, что необходимо, конечно, повышать квалификацию и центра занятости, да, делать больше его как ресурсный центр для того, чтобы люди могли тоже получать помощь в переориентировании, да, повышение квалификации, изменение квалификации, то есть адаптирование к реальности, и, конечно, отдельной службы у нас нет, вот, для людей, которые вернулись из места лишения свободы, но, конечно, они пользуются услугами центра занятости, и вот там ситуация очень важна, да, когда не просто тестировать, а мотивировать, помочь, да, то есть в принципе разделить вот эту ответственность с должностными лицами или там с обществом, чтобы этот человек вернулся к нормальной жизни. Конечно, это зависит от того, какие специальности там, да, для повышения квалификации или вообще для квалификации, для обучения выбраны в центре занятости, но, конечно, мы просим, чтобы это были такие специальности, которые востребованы, вот, и на сегодняшний момент, когда мы встречаемся со специалистами, разговариваем, люди туда приходят, то есть все доступные профессии, которые, ну, скажем так, водитель, да, или сварщик, но у нас нет, к сожалению, возможности там шестого разряда, который очень пользуется, скажем, спросом в нефтяных компаниях, но если человек идет навстречу, то ему оказывается максимальное содействие, и мы тоже никогда не забываем про этого человека, потому что нам очень приятно, если человек встает на ноги, идет дальше, и потом мы тоже общаемся, потому что есть еще и другие вопросы, когда юридические вопросы, да, сопровождение, когда нужна правовая помощь, бесплатная юридическая консультация, конечно, мы ее оказываем, да, то есть не во всех случаях, потому что у нас есть государственное юридическое бюро, есть адвокатуры, да, мы не подменяем, но тем людям, которые вот обратились, и мы понимаем, что им нужно помочь, ну, через год, через два сотрудничества мы смотрим о том, что они успешно начинают себя чувствовать в обществе, работать над собой, вот, и даже многие берут на себя ответственность, чтобы уже другим людям помогать, которые возвращаются из мест лишения свободы, нежелательно, они не разрешают по себе говорить об этой положительной практике, но мы, конечно, с уважением относимся к этому, к сожалению, пока попытки создать некоммерческую организацию, которая бы занималась судьбой этих людей, но они пока не уменьшались успехом, вот, но в том числе каждая наша правозащитная организация и общество инвалидов, да, потому что люди тоже возвращаются с разным состоянием здоровья, да, вот, и, скажем так, и ассоциация ИСАВАЙ, наша правозащитная основная организация, которая занимается защитой прав коренных народов, да, то есть мы понимаем о том, что на сегодняшний момент ведь в селе, мы понимаем, что человек мог попасть вот в эту сложную жизненную ситуацию, потому что есть традиционный образ жизни, да, и понятия правового поля, да, или правовых вопросов у человека могут быть далеки, и он может попасть в ситуацию, когда его даже обвинили, да, но он далек от всех правовых вопросов, поэтому здесь мы тоже отрабатываем и по возвращению из мест лишения свободы, и просто, когда у человека возникает ситуация проблемная с ассоциацией ИСАВАЙ, и плюс у нас Красный Крест, когда мы обеспечиваем и элементарными даже одеждой, какими-то продуктовыми наборами, да, и у нас есть еще и по линии региона, когда закупаются продуктовые наборы и предоставляется жилье, то есть вот с каждой правозащитной организацией мы выстраиваем, помогаем человеку. Отдельно у нас такой вот нацеленной некоммерческой организации, как в других регионах, у нас нет. А насколько актуальны вообще вопросы реабилитации для Ненецкого округа людей, которые вернулись в место лишения свободы, это актуальный вопрос или нет? Это актуальный вопрос, потому что мы на сегодняшний момент вот с вами много-много очертили причин, когда человек возвращается, и мы не можем сказать, сколько таких людей вернется у нас как раз вот, и чтобы не переступили они грань, да, того, чтобы общество их приняло, и они не захотели вернуться обратно. И чтобы не было единственным способом решения своих жизненных проблем совершить новое преступление. И еще раз повторю, что к нам обращаются, например, в месяц, это один, два, три человека, допустим. Иногда бывает пять людей, приходит пять человек, то есть мы вживаемся в историю каждого вместе с комплексным центром социального обслуживания, то есть это первичное звено, которое, в принципе, помогает. Это и многофункциональный центр, когда мы оформляем документы, да, и даже там есть миграционная служба, да, по-разному. То есть в зависимости от того, что это за человек. То есть все индивидуальные особенности мы изучаем. Но иногда бывает даже с одним человеком очень сложно, потому что у нас была семья, вот мы десять лет занимались этой темой, да, и семья многодетная, когда они попали по разным обстоятельствам в ситуацию, когда они некоторое время были вообще не гражданами никакого государства, мы восстанавливали им документы, потом дальше у них в семье были люди, которые вернулись из мест лишения свободы, тоже нужно было помогать, да, и они переживали, когда находились в местах лишения свободы, что семья им не могла помочь ничем. И мы понимаем, что на сегодняшний момент чем может семья помочь? Это, конечно, средствами, да, финансовыми, когда перечисляются деньги, это передачи, те же самые, да, то есть это поддерживание человека вот в таких условиях. Вот, поэтому для нас актуален этот вопрос, и нам нужно сделать максимально так, чтобы если человек вернулся, и чтобы семья не испытывала, еще раз говорю, повторного порицания и не отбывала пожизненное наказание в связи с тем, что вроде бы уже забытый вопрос, человек уже ответил за то, что он сделал, но общество снова и снова начинает возвращать вот эту сложную ситуацию человеку. А если коротко, вот буквально в двух словах, для того, чтобы вот происходила действительная реабилитация, чтобы люди действительно возвращались, чего не хватает Ненецкому округу? Вот буквально обрисовать. Первое, это что, вот мы сейчас решаем вопрос, все-таки место для регистрации, потому что многие очень люди, они утрачивают за время, когда отбывают наказание, значит, свое жилье, либо родственники продают квартиру. Был такой момент, когда человека можно было выписать, то есть здесь вопрос в регистрации, потому что сейчас, на сегодняшний момент, мы даже обсуждаем о том, что человеку все равно, для того, чтобы он трудоустроился или там решил другие вопросы свои, все равно взять кредит, допустим, да, то есть если как-то вопросы решать дальше или там семью обеспечивать, начинается все с регистрации. Вот хочется пожелать, чтобы эти вопросы решались на благо, на благо жителей Ненецкого округа, чтобы вообще все вопросы решались на благо жителей Ненецкого округа, а наша программа подходит к концу. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, рассказали, ждем вас в гости снова. А я прощаюсь с вами и напоминаю, что в гостях у нас была уполномоченная по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидова. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»